Здравствуйте, уважаемые севастопольцы и гости нашего города в эфире передача «Полезный день». Сегодня мы говорим о, как всегда, о севастопольском спорте. Самые яркие события, точные результаты, экспертная аналитика. Поздравления ветеранов спорта. И также все это в нашей программе «Полезный день». Сегодня у нас в студии заслуженный мастер спорта России по боксу, чемпион Европы, вице-чемпион Европы, выступая на очередном европейском первенстве. Участник Евроигр, Олимпийских игр Европы, чемпион России, член национальной сборной команды страны. Один из самых титулованных спортсменов у нас в Севастополе. Максим Коптяков. Здравствуйте. Традиционно у нас визитная карточка гостя, тем более Максима Валерьевича. Мы его представляем вот так, потому что он знает все тонкости бокса. И буквально на днях вернулся с Анапы, где у нас проходило первенство России среди юношей, самых юных боксеров 13-14 лет. И ваше впечатление, смена мастерам кожаной перчатки, каким вы являетесь, растет, есть ли наши мальчишки тоже? Мастера растут. Я специально поехал в Анапу, чтобы посмотреть уровень наших спортсменов, посмотреть, как они выступают, чтобы наглядно видеть, есть ли потенциал у наших ребят. Я посмотрел, мне понравилось и Исламов, Амду Романов и призер, который у нас один ребенок стал, Заварзин Виктор, стал бронзовым призером первенства России 13-14 лет. С чем я его поздравляю, молодец. Мне понравилось, у него огромное желание, хотя в принципе у всех ребят было желание, ну где-то нехватка опыта, где-то психология. У ребят немножко шаткая, с этим нужно работать, с этим нужно тренерам с ними работать по этому поводу. Так подготовлены, технично работают, выносливы, что немаловажно в этом возрасте. Поэтому я сам лично поехал, как исполнительный директор Федерации бокса Севастополя, в этом убедиться и поддержать наших ребят. Мы отметим, что у нас в прошлом году в этой возрастной группе было два победителя, затем они выступили на первенстве Европы и выиграли золотые медали. Но в этот раз мы довольствовались одной бронзовой медалью, но все равно это здорово. На самом деле у нас есть и в других возрастах результаты. Наша девушка, по взрослым, женщина Елена Гапешина, завоевала бронзу на чемпионате России. С этим я ее тоже поздравляю. Хотя мы рассчитывали, если скажу по секрету, на большее, на золото, на серебро минимум. Но получилось так, но она в составе сборной, олимпийской сборной команды России, которая чемпионат мира будет проходить в Бурятии. Я думаю, что у нее есть еще шансы показать себя на сборах. Поэтому мы будем надеяться на лучшее. Еще у нас по старшим юношам Иван Романчук завоевал серебро на первенстве России. И на сборах он себя показал. Мы видели спарринг. Он очень сильно, очень грамотно, сильно и хорошо отбоксировал с победителем, с его соперником, конкурентом. Которому он уступил. Которому он уступил. То есть он не оставил ему ни единого шанса. Это у нас есть и видео. Я это сам просматривал. У нас большой потенциал у Романчука. Мы как федерация и как я лично будем его поддерживать, накатывать. Всех ребят, в принципе, мы будем и поддерживать, и накатывать. Но когда уже видим потенциал, мы будем уже включаться. Все ресурсы. Я думаю, что мы будем ставить стипендию. Мы будем ставить обязательно наших ребят на стипендию, чтобы они себя чувствовали более уверенно. Потому что спорт уже переходит из детского в профессиональный. И уже это становится смыслом жизни каждого ребенка. И мы хотим уже и эту часть в их жизни закрывать. У нас впереди 23 июля каждый год отмечается Международный Олимпийский день. В этот раз решили перенести Олимпийский день на неделю раньше. Потому что с 21 июня начинаются вторые Евроигры. Вы участник первых Евроигр. Они были в Баку. Расскажите, действительно это праздник спорта? Ведь участвовало больше 60 стран в Евроиграх. Были гости не только с Европы, но и с других континентов приезжали. Вы стали обладателем бронзовой медали Евроигр. Несколько слов об этом празднике. Но если сказать о Европейских Олимпийских играх, которые пройдут в Минске, в Белоруссии в этом году, и что было в Баку, то это, конечно, непередаваемые эмоции. Я тогда был 4 года назад, 27 лет. Поэтому я был счастливым человеком, счастливым спортсменом. Это непередаваемые эмоции. Когда мы туда ехали, мы не знали, что это такое. Потому что это первый олимпийский. И мы приятно удивились, как Баку, Азербайджан все это провел на таком уровне. Так все было красиво, так все изящно. Столько много стадионов, столько много зрителей, поддержка. То есть открытие соревнований, закрытие. Как положено в официальных Олимпийских играх в Белоруссии. Будет сложно, так скажем так, сделать лучше. Но я думаю, что в Минске пройдет тоже хорошо. Мы отметим, что в Белоруссии разыгрывается около 200 комплектов медалей по различным видам спорта. И если на первых Евроиграх Севастополь был представлен именно вами в боксе, то в этом году, к сожалению, у нас никто не пробился, не получил путевки лицензии на участие в Евроиграх. Я думаю, что мы не сделали шаг назад. Тем не менее, у нас много спортсменов, около 60 человек, входят в составы национальных сборных команд России. И добьются результата. Впереди у нас Олимпиада 2020. Она будет проходить в Токио. А потенциал, если у наших боксеров принять участие в Олимпиаде, мы связываем не только с Еленой Гапешиной. У нас же был еще и Глеб. Кстати, в вашей весовой категории. Глеб перешел, на самом деле, в другой регион. Получилось так, что он уже выступал за Крым-Севастополь. И сейчас он выступает за Крым и Кемерово. Официально он сейчас к нам никакого отношения не имеет. Но он дал хороший результат в прошлом году. Действительно, тренируясь вместе, мы вместе тренировались. В одной и в одной вещи. Сегодня так получилось. Молодой парень, более активный. Его просматривал тренер сборной команды России. Ну, ставит уже ставки более молодых. Но нас про нас тоже не забывал. Чтобы мы питали их нашим опытом, который мы заработали за 20 с лишним лет. На учебно-тренировочных сборах мы всегда приглашаем. У нас несколько человек все осталось. Моего возраста немножко постарше ребята. Поэтому все нормально. Это спорт, это жизнь. Мы также поддерживаем. Но человек просто, ну, шел в другой регион, это нормально. Елена Гапешина может по большому Олимпиаду. Елена Гапешина у нас там все-таки есть шанс. Я вас уверяю. Можно быть темной лошадкой, но пробраться до Олимпиады у нас здесь большой потенциал у Елены Гапешина. Ну, и опять же, повторюсь, нам нужно работать в психологии наших девочек, мальчиков, чтобы у нас результат улучшался. Гапешина у нас тоже в весовой категории 75 килограммов. Это олимпийская весовая категория. И у нее она уже тоже, как и Бакши, имеет опыт выступления на международных соревнованиях. Она же была за рубежом. Да, за рубежом турниры международные. Она выигрывала всех соперников, которые она проиграла на чемпионате России. Не знаю, мы не можем понять. Здесь она очень хорошо выступает. Но международная приезжает плохо на чемпионате России. То есть, какие-то... Нету стабильности, скажем так. Но с этим надо работать. Надо работать личному тренеру. Опять же, мне передавать свой опыт. Я скажу, больше даже мне приходилось и с Еленой Гапешиной стоять в парах, и смотреть ее потанцевал, там, учить чему-то. Поэтому мы все работаем на развитие бокса. Я знаю, что, Максим, как говорится, с вами в парах вырос и наш Руслан Зубачук. Он сейчас занялся уже и общественной деятельностью, член общественной палаты. Большой человек. Да, большой человек. Его потенциал каков? Конечно. Как спортсмен или как общественный? Как спортсмен, конечно. У него большой потенциал. Он умный парень. Не зря он там пробился, скажем так, в общественную палату своим трудом, умением. Боксеры вообще умные люди на самом деле. Хоть и... Ну, может, не все, но... Так просто там... Он у нас хороший парень, который достиг определенных результатов. Мастера спорта Украины, России. И участник Чемпионата мира по юношам. Вырос он на мне. Это явно. Я как-то удивился. Я всегда с ним, так скажем, легко справлялся в первые там года. А тут я приехал там со сбора, то ли не готов. И он стал уже огрызаться и отвечать. И мне так это стало непривычно. И поэтому есть потенциал. Это хорошо, что он растет. Обычно уже люди там пытаются завязать или не видят себя. А он молодец, уперся и занимается. Я вот хотел сказать, разговаривая с ним, он у нас и делаю с ним интервью. Он говорит о том, что я мало выступаю вне Севастополя и Крыма. Он говорит, да, я даже в Симферополе себя чувствую как в родных стенах. Нужен вот такой опыт большевыездной. Как вы считаете, особенно зарубежный? Он все-таки призер мира по юниорам. Финалист. Вы говорите, зарубеж или по России? И по России, и зарубеж. Сначала можно начать с Южного федерального округа. Там много мастерских турниров. У нас же будет отбор. Потом посмотрим, как он себя покажет. ЮФО будет на чемпионат России. У нас, в принципе, остался взрослый чемпионат России. У нас так сезон подходит к концу. Остался чемпионат России. Взрослый, на котором и я, скорее всего, буду выступать. Буду подготавливаться. Готовить себя. То есть уже вместе с Романчуком. С Романчуком-Зубайчуком. И с другими спортсменами, которые попадут через ЮФО. И поэтому посмотрим. Будем накатываться. Будем работать. И посмотрим, как у наших ребят потенциал. Чтобы попасть на чемпионат России, необходимо завоевать лицензию на ЮФО. Раньше могли быть чемпионом Севастополя. И поехал ли чемпион Крыма. И выехал на первенство России. А теперь надо еще и на ЮФО себя зарекомендовать. Сейчас усложнили процедуру отбора. Нас ввели в состав Южно-федерального округа. Федерацию бокса Севастополя. И Крыма в том числе. Мы вот первое место. Золото Южно-федерального округа дает право выступать на чемпионате России по боксу. Также есть там ведомства какие-то. Динамо, профсоюзы, локомотив, вооруженные силы. То есть можно от них отобраться на чемпионате России. Есть путевки. Вы ежедневно бываете в 4-й спортивной школе Олимпийского резерва. Которую возглавляет Валентин Иванович Соболевский. Есть у нас ребята, с которыми связываем надежды. Еще раз назовите, кто у нас попал на первенство России. И с кем мы связываем надежды. С кем связываем надежды? Это Иван Романчук, это Заварзин, это Исламов из 8-й школы. Это Абду Романов. Хочу отметить, мне очень понравился. Он был, у него потенциал есть, его тоже надо накатывать к тренерам. Тяжеловец у них там неплохой победитель, перенесая Европа. Сейчас он немножко забуксовал, но потенциал есть у всех. Ну, легко в 13-14 лет тяжам легче выступать, чем в 15-16, уже тяжелее, уже отбор больше. Потом еще сложнее будет, юниоры 17-18, уже другой уровень. А дойти до мужиков, это целая история. Для взрослого чемпионата, для взрослого бокса, это уже... Надо быть не только по паспорту мужчиной, но и на рейдинге, говорят так. Да, согласен, все правильно. Я напоминаю о том всем любителям спорта, что у нас 15 июня, уже как мы будем праздновать и день города, Всероссийский Олимпийский день. И у нас будут почетными гостями на этом празднике, безусловно, участники Олимпийских игр. Приятно, что мы проведем серию встреч у нас на нашем телеканале X24 с участниками Олимпиад. Это прежде всего наши ватерполисты. Здесь у нас Игорь Горбач, участник Олимпиады в Атлантике. Так, теперь у нас также наш боксер Александр Яценко в 2000 году. Он чемпион мира среди молодежи и участник Олимпийских игр в Сиднее. Также у нас Светлана Матеушева. Она единственная, кто имеет на Олимпиаде серебряную олимпийскую медаль. Она занимается парусным спортом. И мы приглашаем севастопольцев, гостей нашего города на этот праздник. Он пройдет, напоминаю, 15 июня на эстраде Приморского бульвара. Уже не на Ракушке, а именно площадка будет около Дворца детства и юношества. Приятно, что также обладатель бронзовой медали Евроолимпиады Максим Ковтиков у нас сегодня в гостях. Мы также пригласим и Паклина. Игорь Паклин у нас участник двух Олимпиад по легкой атлетике. Он был рекордсменом мира. Его результат 2,41 в прыжках в высоту. Игорь Паклин у нас участвовал в Олимпиаде в Сеуле и в Барселоне. Еще выступая за сборную команду Советского Союза. Конечно, связываем мы также наши надежды на участие наших представителей парусного спорта. Их было много. Я думаю, об этом нам расскажет и президент Федерации парусного спорта Валерий Яковлевич Зубков. Отметим, что сегодня мы подвели итоги выступления наших боксеров-юношей в Анапе. Поделился секретами с нами Максим Валерьевич Ковтиков. Но, к сожалению, у вас не будет 15-го числа. Вы участвуете в какой-то акции? Нет, не акции. На самом деле у нас 12-го числа. Международный боксерский форум, который пройдет в Екатеринбурге. Там все звезды бокса будут. Это второй форум в прошлом году был в Сочи. Там и Гассиев будет, и Поветкин. Вы будете в это время находиться на форуме Екатеринбурга. Вот на такой ноте мы завершаем нашу программу и поздравляем олимпийцев с наступающим Всероссийским Олимпийским Днем. Продолжение следует... Продолжение следует...